Христос воскресе, братья и сестры! Его имена хульна! Святой Библии будем приводить примеры, где это доказывается. Святой апостол Иоанн Богослов четко указал, где нужно антихриста выявлять. И сегодня мы с вами, братья и сестры, поразбираемся в этом. Для этого нам нужно, не удивляйтесь, будут нужны законы и церковные, нужны будут законы и нечестивых Конституций РФ и так далее. Не удивляйтесь этому, ибо здесь доказательства. Не просто так Сын Погибели называется нечестивый, беззаконный. Вот смотрите, Конституция РФ, статья 67, это что такое Конституция? Это главный закон страны РФ. И вот теперь смотрите, какой иезуитским, каким они языком пишут. Первый пункт. Территория РФ включает в себя территории, ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство над ними, то есть над морем. На территории РФ в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории. Организация публичной власти на федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом. Ну вот смотрите, во втором пункте все сразу меняется. Второй пункт. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительном экономической зоне Российской Федерации. Ну а дальше бутафория обычная. Они специально закидывают это. То есть смотрите, что получается, братья и сестры. Во втором пункте здесь слово есть юрисдикция. Что такое же юрисдикция? Где она? На континентальном шельфе. То есть это на дне морском, понимаете? Здесь, то есть это главный закон страны Конституции РФ, четко говорится, что юрисдикция РФ находится на дне морском. Это их закон там так говорит. Но посмотрите, они вроде вписывают там выше другие какие-то российские города и так далее и тому подобное. Это есть как захватческие дела. Дальше мы вам все это объясним. Но самое главное, то есть смотрите, и они же только правом обладают только РФ, юрисдикции. Юрисдикции называют территорию, на которой действуют законы одной страны. Юрисдикция, право производить суд, а также местность, на которую право это распространяется. В статье 67 Конституции РФ установлена юрисдикция РФ на дне морском. РФ это звери, исходящие из моря, из бездны, братья и сестры. Он говорится здесь у Иоанна Богослова исходящий. То есть он не покидает. Всегда имеющий источником безум, не расстается с ней. Господь нам показал через апостола Иоанна Богослова, что именно легко будет найти антихриста. Он беззаконник. Понимаете? Он из моря выходящий. И РФ по законам их конституции, она имеет именно юрисдикцию. То есть осуществлять свои законы только на дне морском. И на тех водах, которые там определяются. Понимаете, братья и сестры, что же происходит сейчас? Именно Ирефия это и есть блудница. Это и есть Вавилон. Говорят, обнажится этот Вавилон, растерзают ее те, которые с ней уже были. Это и есть то, что разделяют сейчас вот этот союз, раздербанивают. То есть, да, вот это вот происходит такое страшное вот эти вот вещи. Даже по закону Иреф чудовище со дна морского. Антинитальный шельф – это дно морское. Теперь ясно, почему документы Иреф нарушают Святое Крещение. Получаете документы из бездны, от зверя, исходящего из моря Антихриста. Понимаете, братья и сестры, Святой Викторин Петовийский толкует. Поскольку же он, Антихрист, собирается носить другое имя, также собирается учредить и другую жизнь, чтобы они приняли его как Христа. О чем же здесь говорится, братья и сестры? Мы постараемся вставить вам видео, где этот Антихрист говорит сам за себя, что его фамилия – это другая жизнь, другой как бы путь, понимаете? У меня фамилия-то в отличие от вас такая, она как бы показывает, что мы двигаемся куда-то, понимаете? А вот сейчас я хочу как раз, куда я и хочу выяснить. И Святой Христофор Тульский говорит, он всех запутает, он поведет куда-то. И он сам говорит, что он ведет их куда-то, то есть это его фамилия такая, да? И он подтверждает, что он куда-то людей ведет, каким-то путем. Но кто же это такой? Это и есть Антихрист. Во Святом Евангелии говорится, что Христос есть путь и истина. А в конце времен появится другой, который в другом пути поведет, не как Христос вел. Вот и в Ирефии находятся свои храмы. Свой вооруженный храм сил вот этих, где там они уже рисуют вояк всяких. То есть, да, вот это пишут как святых уже, а им поклоняются. Там они еще живые, а их уже святыми там пишут. Это только Антихрист так делает, понимаете? У него свои храмы. У него в этой Ирефии находится своя церковь вонючая, эмпешная. И люди никак не поймут и сидят в ней, и Антихристу поклоняются. Потому что через документацию приняли и полностью на себя дали разрешение своей душе, чтобы на вас колдовали и делали, что хотели. Также Святой Викторин говорит, что Антихрист поднялся из ада. Мы говорили выше со словами, вот послушайте, Иезекииля 31.4. Воды, говорит тот, растили его. Воды его растили, слышите, у святого пророка говорится в Библии. Это обозначает годы правления Путина. То есть, воды растили его. Это Ирефия зарегистрирована, я еще раз говорю вам, в бездне. Он получал рост и укрепление во власти. Когда говорит Иезекииль. Воды, говорит, растили его. То есть, понимаете? То есть, он не покидал бездну свою никогда. Они в бездне зарегистрированы. Да хоть кто-то когда-то что-то хоть подобное было, братья и сестры. Никогда этого не было. И говорится Иваном Богословом четко, зверь из моря исходящ. Вы понимаете? И никогда такого не было, чтоб, допустим, кто-то такой беззаконник. У него правление только там на дне морском. А он вылез оттуда, захватил русские земли и начинает править ими. А мы смотрим его же оружием, их же оружием и бьем их. Вы посмотрите, братья и сестры, их же законы, которые они составляют. Они же против них и свидетельствуют. Поэтому и говорится, это сын гибель, это сын беззакония. Вы посмотрите, его, вот этого Путина, его проклинают во всем мире. То есть, да, говорят о нем только в основном. Либо кто-то его проклинает, либо кто-то добрый о нем говорит. Да его иконы пишут. Он постоянно садится на царские места. Он другой путь указывает. Иной путь от Христа придет. Иной, говорит Господь, его примите. И видел я зверя, исходящего из моря, подобно Габарсу. Это значит, что царство того времени, царство Антихриста, соединено с разнообразием племен и народов. Ноги у него, как у медведя. То есть, как у сильного и самого нечистого животного. Ими он назвал вождей его царства. Пасть у него, как пасть у льва. То есть, вооруженная зубами со струящейся кровью, говорят святые отцы, за Антихриста. Ведь пасть его приказания и его язык, которые ни к чему другому не стремятся, кроме как к пролитию крови. Вы вспомните, как Господь показывал в 1999 год, когда весь мир, по сути, говорил и говорил, говорил о том, что Антихрист придет. Ну, и не распознали его. Он пришел в 1999 году. В трех шестерке. Когда это в ночь. Когда в ночь. Представляете, на Новый год. В ночь. На 2000 год. Он пришел. Сам себя поставил. Там даже документ есть, где он сам себя назначает, что он сам ИО. Вы понимаете, это все беззаконно идет. Вот какое лицемерие братья и сестры. Эрефия о своей законности говорит, что она получила законность. Якобы народ еще в Конституции 1993 года избрал их. Но там написано, раз они говорят от народа, то будем их же оружием их бить. Смотрите. Что же выбрал народ тогда? Народ выбрал и определил им место только на дне морском. Эрефии. Вы почитаете закон этот? Это тогда получается, что по этому их же закону президентом Путин мог быть только на дне морском. В 1999 году в бездне морской. Понимаете? Они говорят, народ же выбрал эту Конституцию в 1993 году. Так вот, народ определил им быть в бездне морской. А он пришел президентом. Понимаете? Когда? В ночь. В 1999 году как раз именно этот, если люди раньше смотрели, сейчас не советую смотреть. Ельцин, он говорил, что именно в магический день, он назвал это магический день, как раз вот пришел туда как раз и Путин. Вот вся эта ситуация, они изначально незаконны. Корень их гнилой. Находится из бездны. Поэтому все документы, которые сейчас имеются, они не могут доказать какое-то гражданство людям или еще что-то. Вы понимаете? Это абсурдность вообще. Это такое глумление над народом. Он не мог из бездны морской сюда прийти на русскую землю и быть здесь президентом Эрефии. Понимаете, какая ситуация? И взяли под этот закон, всю Конституцию подвели, прописали туда, как бы захватнически сделали. То есть, понимаете? Никак не мог один этот Ельцин поставить другого. Не могли они это сделать. И они, не дождавшись этих выборов за три месяца, вот такое вот сотворили, потому что его бы никто не выбрал. И все это прекрасно знали. И голосование то, которое было, оно всегда было именно, народ не хотел никакой Эрефии. Нет такого, чтобы закона, чтобы народ Эрефию принял. Но есть закон, на который они ссылаются и говорят, законность наша вот в Конституции 93-го года. Ну так там же и определил Эрефии народ быть на дне морском, еще раз повторяюсь, братья и сестры. Поэтому вот это и есть, воистину, сын, беззаконие. Он всегда именно беззаконие творит. Его все законы, которые он творит, он всегда делает на погибель. Но прикрывает, что он мир несет. Смотрите, везде, где бы война не было, там всегда появится Эрефия. Всегда она там есть, якобы миротворческая. На самом деле, сколько крови льется. Кто за эту кровь отвечать будет? Я не делаю суды, какая она там была или еще что-то. Но кровь разве может литься просто так? Везде, где не затягивал бы он войны, там всегда кровопролитие. И наш брат гибнул за чужие интересы. Чудовище морского. Вот и сейчас тоже за интересы этого чудовища морского, который развязал эту Третью мировую войну. Ведь сказано, что ноги у него как у барса. Чему как у барса. Чему здесь говорится про рысь. О рысе говорится, она же пятнистая, то есть как кошка. И на ней много очень разных, как вот пятнистый, как земной шар. Много разных стран таких вот именно. Вот эта вот система антихристова, она будет из определенных кучек людей собранных. Те, которые поверят ему. И вот сейчас пришло время, когда Господь открывает всю суть через своих людей, которые любят Христа. То есть мы все царская империя, братья и сестры, через кого-то из нас Господь что-то открывает. С каждым разом все больше и больше. Не то, что он в Питере, где море, тоже это не противоречит никак. Только одно другое дополняет, что говорили и ранее. Но когда они осознали и подумали, что все-таки найдется на Руси, найдутся те люди, кому Господь откроет вот это все беззаконие их. Они сразу же прикрылись тем, что вот указ создали. Что в случае того, что если народ что-то осознает, у кого они защиту будут просить, у Америкосии. Вот как же так? Он же выходит и говорит, что он против Америкосии воюет. А законом узаконено, что он у них помощи просит в случае, если где-то будут люди предъявлять об этой незаконности или еще чего-то. Он же понимает прекрасно, что люди когда-то осознают о том, что они на дне морском президентами только могут быть, но никак не на земле русской. И вот когда люди это осознают, они говорят, мы Америкосами прикроемся. Так вот, братья и сестры, чтобы понимались, что вот эта Ирефия доказана и по их же законам, что это и есть Антихрист, именно чудовище на дне морском. А также и доказана духовными отцами, святыми духовными пророчествами. Как этот Антихрист говорит по телевидению, а многие не понимают, что он имеет в виду. Он говорит именно о том, что это единственная такая русская страна, которая вот так вот на войну идет и записывается и записывается. Но этот простой народ, когда осознает, что он не за родину воюет, и родители когда осознают, что дети их не за родину воюют, а они воюют за бездну дна морского Ирефии и за потехи этого царя дна морского. Когда люди осознают, что это такое, они не просто так. Можно удивляться нашим народом. Да, он великодушный, можно удивляться. Он идет и умирает, если надо где-то или еще что-то. Но когда он поймет, что его обманули, горько будет тем людям. Тем людям горько будет, которые сейчас работают, зная вот такие нечестивые законы, и видя их, и сколько они мучают наших братьев и сестер, вышел из дна морского чудовища и захотел владеть землями незаконно. Потому что закона такого нету у них, понимаете? Чтобы сушей владеть только если под морем, в бездне. Вот когда народ осознает это, и все, кто помогал этой нечестивой власти, и зная это наперед, мы же открываем им, что с народом делают. Я же не говорю ничего худого. Если б я обзывал кого-то из властей или еще что-то, это другое дело. А я говорю четко, вот ваши законы, вот ваши дела. Не должен, чтобы наш брат русский человек, мне жалко русского человека, я буду за него идти и буду умирать, если надо, за Христа и за народ. Это мое призвание, я на это иду, поэтому не надо меня пугать тюрьмами, каталажками своими или любыми другими делами. Потому что то, что мне повелевает мой Господь Духом Святым, я буду это делать с великой радостью, чтобы вы все знали. И это пока время мы будем говорить, две масляные будут говорить. Попробуйте только что-то сделать этим людям. В апокалипсисе сказано, что с вами будет. А потом, что попустит Господь, то и делайте, делайте свои дела, на что вы призваны для суда вечного. А мы пойдем тем путем, для которого призвал Христос для жизни вечной. У них церковь МП – это церковь иного пути, которая как раз и была в 1999 год. Вот эти вот начала 2000-х годов построена с каждым годом. Предательство за предательство, предательство за предательство. Посему и названа это Вавилон блудница. Почему она блудница? Потому как она должна быть верной ранее, понимаете? Поэтому она и блуднице зовется. И мы от этой МПшной, в кавычках, церкви иного пути, где написаны вот эти вот президента уже на стенах и якобы иконы. Господи, помилуй, мы должны бежать с вами от них, насколько можно, с презрением и ненавистью. Путин повел людей иным путем, в отличие от Евангелия Господа нашего Иисуса Христа. В этом пути у них есть своя церковь, в которой он сам и царь, и Господь, и святой. Он скоро себе объявит, когда ему полная власть от Антихриста дастся на три с половиной года после того, как убьют двухмасленных. Он появится, и все поймут, и будет много поздно. Сейчас Господь очень много опозорит его, унизит его и в голову его разобьет. Его будут унижать те, которые раньше служили ему. Ему придется свалить отсюда и убежать отсюда. Потому что его раскусили. Господь после отчиточки столько много гипноза снимает. Не просто так святые отцы у нас. Святая Матронушка Московская говорила именно о том, что гипнозом сильно охватили Русь Святую. Поэтому и не распознали этого нечистивца, который на багряном звере. Именно блудницей Рейхи сидит. Антихрист. Это и есть как раз вся блудница вместе со своей церковью, с отдельным путем, иным путем от Христа. А мы, братья и сестры, должны это проклинать и презирать. Путь наш Христос и Иисус. Сын Бога Живаго во Святее Троице Славимой. Аминь. Я вам когда-то, дорогие друзья мои, рассказывал, что мне еще в 2003 году было видение одно. Я его выкинул, как не понимаю, думаю, что такое непонятное, как какую-то непонятность выкинул, даже еще и смутился, как это так, что это такое. Что же смутило мое сердце? Я увидел видение такое. В моем видении именно было так, что я стоял на корабле огромном, большом, ночью на море. И захлестывали волны. Тот корабль, где я был, захлестывало меньше. Но рядом еще другой корабль подплывал, и я видел свет. На нем стоял Христос, во всем белом одетый. И я начал смотреть на это все, что происходит. И видел, как волны настолько сильные, ветра начали захлестывать. Корабль, где был Христос, что он начал тонуть. И я вам еще тогда рассказывал, я прыгнул быстренько туда и прыгнул в море за Христом. И когда проснулся, думаю, ну что это такое за чушь? Господь спасает, а тут я прыгнул за Христом. Но сейчас мне все понятно становится, когда Господь все время мне показывал. Это два корабля, это РПЦЗ, это МП. Это два разделенные церковь, когда разделилась из-за красной власти. Поэтому Господь не дал в раскол кому-то уйти, а там благодать оставлял и там до времени. Но что начало происходить? Христос, остававшийся в МП, его начало захлестывать именно волны, именно ночью. То есть его захлестывало волнами, ветрами. Что это такое? Это ереся, экуменизм, глобализация. То есть вот понимаете, что это такое? Вот. И почему ночью? Посмотрите, когда антихрист пришел. В 1999 году он именно ночью пришел. Господь мне заранее открывал, что пойдет корабль иной. Он пойдет. То есть вот они Христа оттуда сами прогнали своими вот этими печатями, экуменизмами, вот этими ветрами, зловонными ересями. И приняли антихриста иного вместо Христа. Приняли его и стали его иконы писать на стенах храма вооруженных сил, как они сейчас его назвали, который Кирилл Кагундяев освещал якобы. Господи помилуй. Вот это и есть иной путь. У них свой корабль, понимаете? Поэтому антихрист, он всегда будет верующим, все отцы говорили. Но он будет всех обманывать, он будет проповедовать именно самого сатану в себе. У них иной путь, который проклятый Богом, и мы должны бежать оттуда. Поэтому все, которые находятся там в МП, они все под проклятием находятся. И все непоминающие, которые от МП царя не приняли, тоже под этим проклятием, потому что церковь Христову истинную, где Дух Святый, не приняли. А почему же я был, братья и сестры, один на корабле? Да потому что вот сейчас из-за того, что отцы говорят, святые, крещение нарушены. Начали документы из этой бездны принимать и понарушили крещение. А Господь меня одного сохранил именно от этих документаций всех. Поэтому я в видении, я увидел себя на корабле одного. Я тот сон выкинул, а сейчас, когда все это сбылось и пророчество сбывается, я не могу промолчать о том, что происходило. Поэтому Господь сейчас и показывает именно, что Он сохранил одного помазанника, который не принял всю эту вонючую эрефию, бездну эту, и не подписался под их законами. И Господь сохранил именно крещение на мне. Я ничем не отличаюсь особенностями какими-то. Именно крещение Бог сохранил, я его прославляю, чтоб все знали. Вот почему я был один на корабле, а сейчас нас очень много. И Господь будет умножать и умножать воинство Ильи, пророка и царства. Ибо это царство никогда не прекратится, оно перейдет в вечность. Как толкуют святые отцы смертельную рану зверя из моря толкования апокалипсиса? Лопухин. Этот символ закланной, а потом исцеленной головы нужно изъяснять не по отношению к одной какой-либо голове зверя, но по отношению ко всему зверю. Поэтому смертельную рану головы нужно отождествлять с небытием зверя, а исцеление с его появлением вновь. Здесь четко и ясно, братья и сестры, говорится о том, а дальше отцы будут толковать, что у него не будет силы делать это. То есть у него прекратится в один момент, силы его иссякнут, и он не сможет силами своими сатанинскими управлять. Это все из-за того, что Господь помог отщитки нам сделать. И именно здесь же на Руси он правит этой беззаконной эрефии, которая зарегистрирована в бездне морской. В простонародье постоянно говорится бездна морская, бездна, да, то есть понимаете, именно бездна. И оттуда именно он и вышел. В тот момент, когда в Новый год он вышел, именно вернусь немного, он вышел, когда люди были пьяные, навеселе, в блуде и ожидали какое-то мирское счастье. Все в тот момент желали друг другу какое-то счастье, кто-то колдовал, кто-то еще что-то. Это такое время, именно тогда и мог появиться Антихрист, а не какое-то другое время. Тогда он и появился. Вспомните, когда про Господа нашего Иисуса Христа должен Христос прийти, особенно в это время говорили, 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 Христос пришел и не распознали Его. Понимаете? И здесь сейчас я начал говорить за смертельную рану, говорится о том, что сейчас после того, как отсчитка произошла и Господь подает именно двух маслин. Это время пришло, когда будет падать этот Вавилон, Ирефия. В этой Ирефии нет своего государства, нет своей земли, кроме этого, этой бездны. Поэтому святые отцы толкуют, Антихрист будет из народа собирать понемногу людей, разные племенные, кто ему поверит. И через них будут они действовать и говорить, рано исцелилось, рано исцелилось Его. И будут дивиться все, когда он выйдет, как козел, для того, чтобы кормить якобы народ, когда вот эти войны будут. То есть и народ будут говорить, что ничего себе, его политически убили полностью, он здесь вообще в силе такой. А именно тогда на три с половиной года и дастся вся полнота силы сатанинской этому нечистивцу. Именно тогда будет самое страшное после того, как убьют двух маслин. Головы зверя есть способность зверя и его вдохновителя, дьявола, искушать и соблазнять мир. Поэтому и смертельная рана головы обозначает временную потерю этой способности или ее ослабление. Но голова была лишь смертельно раненая, а не отделенную и не уничтоженную. И, следовательно, способность зверя губить была не то, чтобы совсем отнята от него, но лишь лишена возможности проявляться в своей прежней силе. Хотел бы, братья и сестры, вспомнить Отрока Вячеслава. Это великий ангел земли русской, о котором еще до сих пор много что неизвестно. Так мне Господь открывает. Но мы правильно прославили, что назвали его ангелом. Ибо он жил во время, когда в апокалипсисе говорится полчаса тишины. Славочка также говорил про православного царя, что он по телевидению также расскажет народу всю правду, что сделали с Россией во все времена. Слава сказал, что этот правитель, царь, будет единственный человек, который расскажет народу всю правду о том, что делали с Россией на протяжении всей ее истории и особенно последних веков. Это правда настолько удивит людей, что, по словам Славочки, весь народ аж проснется, аж воспрянет по-настоящему от этого и, услышав правду, наш народ проснется. Особенно удивит и разгневает народ правда о том, что делали с Россией во времена Горбачева и Ельцина. И народ, по словам Отрока, будет готов растерзать этих двух правителей и служителей с ними. С собой понятно. Ну что же здесь, почему же здесь именно Отрок Вячеслав говорит о двух человеках, Горбачева и Ельцина. «Потому что эти люди развалили страну, которая здесь была на тот момент. Они ее раздербанили, продали именно за рубеж и разделили ее на части. То есть они сотворили что? Они разделили Украину, Белоруссию, Россию. Это была задумка для того, чтобы разделить сей народ. А когда его разделил, тогда уже делай с ним что хочешь. А пока этот народ помнит, что он един во Христе, что с ним можно сделать? Ничего же. Поэтому эти два именно правителя, они действовали на то, чтобы разбить святую Триединую Русь. Именно Ельцин передал один все правление, передал этому Путину. Понимаете? Один передал ему, народ его не выбирал. Мы уже показывали вам документы. Даже по власти этой, которая сейчас находится, по ее законам. Власть это есть народ по ее законам. Но народ не выбирал Эрефию. Он не выбирал Ельцина. Понимаете? Ельцин один подписал, что Эрефия становится, раньше была красной властью, а теперь становится она Эрефией. Поэтому, конечно же, эти вещи, они все незаконны. И человек-антихрист, он только мог, сын погибели, прийти. И как раз именно беззаконной такой властью, понимаете? И вот именно Отрак Вячеслав четко и ясно говорит именно об этой ситуации. Почему именно здесь он этих указал? Вот по этой причине, братья и сестры. Правительство Эреф, как и многих других стран, имеет регистрацию в Англии. Зарегистрировано там, как федеративная республика. Регистрация – это предание законной силы, толковому словарю. То есть, законную силу правительство Эреф получает в Англии. То есть, вы понимаете вообще, что это такое происходит? Христос Воскресе, братья и сестры. Государь в проповеди упомянул тот факт, что правительство Эреф имеет регистрацию в Англии. Мы эту информацию решили проверить, уделить ей побольше внимания. Действительно, зашли на сайт gov.uk, где зарегистрирована такая, не сказать даже, что организация, но одна из форм управления, как правительство Российской Федерации, имеет номер там регистрационный. И написано, что это не просто торговое представительство, как бывает оправдывают всяческие регистрации в качестве юрлиц там со стороны полиции, которые в погонах к нам приходят. Якобы для торговли это делается. Нет, там форма правления указана. Это есть федеративная республика. И даже указан закон, на основании которого они исполняют здесь какие-то действия. Это написано Конституция Российской Федерации. Вот так вот, братья и сестры, у нас действительно правительство Англии наделяет правительство Российской Федерации в соответствии с Конституцией, якобы главным их законом здесь править. Ну что же в этой Конституции написано? В 67-й статье, что юрисдикция РФ ограничена континентальным шельфом. То есть это есть дно морское. Недаром Англия, это и есть королева, владычица морской он называется. Что она и сама власть черпает оттуда, и все, кто служит ей государственности, тем же самым занимаются. А здесь же, по их же Конституции на территории России, никакой власти иметь не могут они. Вместе с их президентом, это государственность РФ, по их же Конституции, которую они говорят, народ выбрал, проголосовал за нее. Это есть беззаконная власть. Все, к чему она прикасается, все похабит. Поэтому у них и законы такие принимаются, по которым они всем предлагают жить. Братья и сестры, обратите внимание на это слово юрисдикция. Первый раз она только появилась в Конституции РФ от 1993 года до этого. В Конституции старой советской у них не было этого слова. Теперь же им понадобилось определить местность, конкретно обозначить ее, для какой они будут законы свои составлять и писать. А люди же, проживающие на территории России, не должны слушать этих законов, так и написано в этой Конституции. Эти законы справедливы только для континентального шельфа РФ. Это дно морское на 12 миль от берега, отходящее. Как вы, братья и сестры, видели уже, на этом сайте указана даже информация о том, что правительство РФ обязано годовой отчет будет представить правительству Великобритании в срок подачи до 14 марта 2024 года. В каких же делах собирается отчитываться там правительство РФ? Наверное, в том же, о чем они по телевизору каждый день говорят, как они воюют, как они русских братьев убивают на страшной войне на Украине. Они, видимо, братья и сестры, отчитываются, сколько детей, сколько детей угнали в детдом и отобрали у русских жен и матерей, и отцев. Отчитываются также о проделанной работе, то, что сколько братьев умирают, убивают, сколько спилось здесь население, потому что во всякое эти вещи добавляют все. Вот любой продукт, который возьми, он везде добавляется что-то такое, которое отравляет человека. Человек становится ненормальным, подавляется свобода воли, и только дух уныния заходит, и уже ничего человеку не надо. Ах, обманули нас, да? А что русский человек скажет? Да что впервые, что же, сколько уже обманывают? Только воздохнет, на небо посмотрит, и, Господи, когда всему конец будет? И дальше молчит. Так вот, пришел всему конец, братья и сестры. Какой же вывод мы можем сделать русский народ, когда видим, что Ирефия зарегистрирована еще и в Англии с доказательством? Что это? Вы должны все услышать, что это комедия, хотят русский народ убить, вот эту войну развязывают. Наконец-то уж услышьте и поймите. Я понимаю, что я говорю, какую проповедь я говорю, и что я за нее должен буду понести. Мне самое главное, как рабу Христа Бога нашего, исполнять то, что повелевает мне Бог. То я и делаю. Наша главная задача разбудить людей, чтобы они поняли, что это добро не закончится, это будет кровь проливаться и проливаться. Одна только честь тем братьям, которые там попали как-то такими судьбами Божьими, попущением Божьим на эти войны, что они семьи свои защищают. Но у них глаза откроются. Война русскому народу Богом попущена для того, что Бог любит свой народ. И он знает, что это новый Израиль. А они желают быстро искоренить этот народ. Они хотят заселить на стороне Украины, хотят заселить именно нас, с иудеи, оттуда. Вот что они хотят сделать. И договор этот сделали, который потом нарушит все-таки антихрист и пойдет войной на Израиль. И там Господь его убьет духом у своих. То есть сейчас происходит то, что обманывают нас. И всем миром договорились на то, чтобы нас уничтожить русский народ. Понимаете, все братья и сестры? Но с нами Бог. Мы соединяемся во славу Святой Троицу. И кто может нам помешать? Никто не может. Все эти три с половиной года отпущенные в царство или пророка мы будем говорить и будем греметь везде по всему миру, для того, чтобы каждый услышал, что ныне суд миру сему. Аминь. То есть это что же получается? Ирефия получает команды от Англии. Недавно было такое, что из-за вот этой Ирефии, то, что она войну начала, да, то есть вот этот вот президент ее, объявляли стоя с радостью весь русский народ, то, что он является народом-террористом. Вы понимаете, что такое? Они аплодировали и радовались, что они добились этого с помощью кого? Ирефии с помощью вот этого президента они добились, что весь народ нас, как бы, знаете, есть за что, мол, понимаете? Есть факты, за что и официально они вот так вот нас подвели, как террористу. А террориста слова больше можно не слушать, что бы он там ни говорил, да какая разница. Понимаете, какую они уловку сделали страшную? Но Бог все эти планы разрушит их и уже разрушает. Что надо, попустит. А что, где надо, поразит их. Ладно, вся эта верхушка, они понимают прекрасно, что они делают. Но те люди, которые работают простые, в милиции, там, или как они, полиция сейчас называется, да, в других органах, которые служат, разве вы не понимаете, когда видите вот такую регистрацию в Англии, что идет предательство? Ладно, те, они чужие, они наемные. Они пришли, захват устроили. Они не наши, они не русские. Но мы-то сейчас с вами, те люди, которые осознают, что происходит, как вы будете смотреть всем, всему народу в глаза, когда знаете, что эта РФ зарегистрирована в Англии? От Англии всегда у нас идут самые тяжелые муки для нашего народа. Уже много столетий. Это уже доказано. И сейчас именно вот эта вот война развязывается именно по наущению вот этих вот мировых властей. И они все в связке для того, чтобы уничтожить русский народ. И вам, вот тем полицаям, которые приходят к нам и требуют что-то от нашего народа, беззаконно детей отбирают или еще что-то делают такое, сколько вы горя приносите. Вам надо уже глаза открыть и услышать. Но когда вы услышите и пойдете все равно деньги зарабатывать, знайте, кому вы служили, и вы предатели своей Родины. А вы, братья и сестры, что бы ни было, будьте всегда с народом. Каждый из нас мы должны с народом быть. Поэтому мы вышли, открыто свои лица открыли, мы не побоялись никого. И вышли и заявили своим государством истинным, законным, единственным. И всем объявили именно правду. Мы каждый раз сначала с Первого Собора и по сей день архиерейскими соборами только и выявляем правду Христову. И желаем, чтобы народ именно не погиб, а спасся. Сколько святых у нас новомучеников и исповедников в этой земле Господу жертву принесли. За их святые молитвы, за молитвы святого Государя, Искупителя Николая. Господь помиловал Русь уже, и плоды эти свои дает реки воды живой. Она не закончится никогда. И кто-то, если захочет, остановите это, смертью будет падать братья и сестры. Поэтому вы не бойтесь никто. Каждый, кто подписал присягу, знайте, вас Дух Святый будет хранить. Ангелы небесные будут отвечать за ваши души. Как мне Господь открывает? И не бойтесь никого. Где бы вы ни шли, на каких бы путях не были и дорогах, где бы вы ни ехали, никогда ничего не бойтесь. И только молитесь Господа. И разговаривайте не дерзко с ними, но храбро. Чтоб они видели, что вы их вообще не боитесь. И правда, наоборот, на нашей стороне. Каждый знает человек своей жизни, наверное, и полиции, кто служит, что родители говорили. Сынок, каждая неправда все равно выльется. Все равно это будет горе. Не делай такого никогда. Но вот сейчас пришло время вспомнить, что родители вам говорили, когда вы были маленькие. И услышать их, ибо они вам зла не желали. Как же так? Как же могли вообще такое на Руси когда-то слышать, чтобы царь-император был, а получал свои приказы с Англии, или с Америки, или откуда-то? Это же есть полное предательство своей страны. Но здесь не в том, что предательство, потому что они чужие нам. Они даже по своим законам, еще раз говорю, в бездне зарегистрированы, вы слышите? И все, которые работают на нее и документы носят, все это в бездне, в этой. Господь так управил, чтобы нам нашими глазами все было видно. Даже по их законам они в бездне, представляете, зарегистрированы. Вы слышите, братья и сестры, что это такое? Страшное такое. Поэтому отцы святые сказали, что не берите эти документы, они сатанинские. Понимаете? Господи, помилуй, как это такое можно русскому человеку слушать, где бы он не работал, в каких бы правоохранительных органах на эту эрефию? Как же так это зарегистрировано в Англии? Получает законную силу правительство Эрефии в Англии? Что говорят пророчества о царской империи и о эрефии? Какая жизнь у этих двух царств? Почему царств? Потому что это царство тьмы Эрефии, Путина. Это царство тьмы. И Господь сейчас воздвигает двух маслин царства Ильи и пророка. И мы пишем это в открытых свитках, и они начинают новописанные иконы мира точить. Господь с неба показывает, что действительно царство Ильи уже есть. Оно уже действует. Господь с неба это показывает. Все остальные лжецари, выкиньте это все. Все это ложь. Сейчас начинается противостояние. Что же будет делать Илья и Инох и царство их? Царство Божие с церковью. Что же они будут все вместе делать? Они будут противостоять этой нечестивому, этому антихристу. Этой бездне всей. И на это время Господь силу даст пророку Ильи и Иноху. И всех и же с ними. Так говорит Святое Писание. Их государство построено на лжи, эрефии. А наша государственность на законном земском соборе. Сейчас разделены на два государства, понимаете? Лжегосударство и государство истинное. Можем доказать с позиций церковных канонов и земских соборов и законов. Потому что наша государственность законна. Мы поступили так, как нам повелел законный, истинный русский император, грозный царь Иоанн. Он сказал последнему потомку собрать земский собор. Когда же собирается земский собор? Он собирается тогда, когда смута начинается. Сейчас кровь льется. Говорится о том, что антихриста будет пасть как у льва. Она будет постоянно кровоточить. Он будет постоянно убивать людей, в войнах участвовать. Вы посмотрите, этот Путин, когда пришел, они сами с Ельциным эту войну сделали. Сколько наших пацанов погибли в Чечне? Там Евгений, мученик наш. Моли Бога о нас грешных. Что они сотворили? Они эту войну развязали, а этот пришел якобы мир принести. Он так и сказано о нем. Карта мира, она только в России. Он постоянно эти войны ведет. Постоянно, где бы ни было, постоянно кровь льется и наши солдаты. Если Грузия, то там постоянно солдаты наши погибают. В Чечне наши солдаты погибают. Сейчас брат на брата идет. Разве во Святом Евангелии не сказано об этом? Это и есть самое тяжелое и страшное. Надо распространять, братья и сестры, это видео. Чтобы люди понимали, что Бог открыл, надо распространять. Господь явно показал нам через Иоанна Богослова. Исходящие из бездны, бездне зарегистрировались. Они даже когда говорят, что гражданство есть РФ, у людей они врут. Никакого гражданства у вас нет. Те, которые имеют эти документы. Все, везде ложь, везде обман. Потому что это сын беззакония. Он все законы, которые делают, они против народа. В нашем же государстве мы стараемся путь выбирать Христа Господа нашего. А что же в вашем государстве? Говорит Христофор Тульский. В вашем государстве ваш путь, Путин, который всех запутает. Говорит старчик. В нашем же государстве Путин есть всегда Господь наш Иисус Христос. Образовалось два пути, братья и сестры. Это настоящий антихрист. Он многоликий, лицедей. Мы истинное государство. У нас даже дети и матери воюют за Христа и выходят. Мы сейчас братья и сестры. Как истинное государство от Бога. Данное. Вышли, открыли все свои лица, чтобы мы все друг друга знали. У нас нет пока другого выбора, но Господу это угодно. И Он Духом Святым соединяет нас. Я вижу, как у нас начинается распространяться, появился у нас в Молдавии архиерей. Сейчас еще один архиерей готовится. Готовятся архиереи в Сербии. Господь нам помогает и начинает церковь расти все больше и больше. Сейчас две масляные будут делать с воинством все возможное, чтобы пал этот Вавилон, этот антихрист. Вавилон это, братья и сестры, понятие растяжимое. Все, что будет вне Христа Господа нашего Иисуса под конец. Это все есть в Вавилоне, вонючее. Но почему же сказано, что Господь наступит на Москву и оно провалится? Да потому что там антихрист правит. Ведь Христофор Тульский сказал, что антихрист Москвой правит. Вы разве не слышали эти слова? И сказано, что Господь придет, наступит туда. Звезда будет там торчать, он наступит и все в одно провалятся. Это все будет страшно. Поэтому я и говорил вам, ныне время уходить из Москвы. Почему не слушаете? Когда будете валяться вот там и плавать, и будете орать. Кто поможет вам? Как сердце будет рваться за вас? Сегодня я выхожу так же в своей проповеди, как и всегда. Вместе с братом Енохом. Для того, чтобы идти каждый раз и приближаться к смерти. Кто-то может быть думает из этих правителей, что мы чего-то там боимся, там тюрьмы, там что-то пугают. Они не понимают. Я иду на смерть давно уже. Мы все идем на смерть, кто мы здесь есть, поэтому нас тюрьмами этими вонючими не запугаете. Меня Господь уже закалил в детстве этом. Все это время, пока правил этот антихрист, Господь так управил, что я был в колониях. Господь защитил меня полностью от него. И от его документации. И поэтому Господь сохранил на мне крещение. Вот что сделал Господь. Вы понимаете, что настолько, как явно все происходит, что происходит у нас. Путь открылся иной от антихриста. Мы и так знаем, что вы нас убьете, что нас пугать толку. Мы идем на это, для нас это радость, и нас Христос зовет. Для чего же мы это делаем? Илья всегда защищает народ, чтобы вы знали. Я сейчас обращаюсь ко всем тем, которые меня услышат, люди. Вы же все носите меч, который в Ирефии. И ваш там патриарх, уже вонючий, Кириллка, предтеча антихриста, говорит, что вы войны, вы меч носите на защиту народа Божия. Так вам говорят. А вы даже перед своими детьми-то не сможете доказать по вашим же законам. Дитя мое, которое он, наверное, думает, папа мой полицейский, он такой крутой. А папа даже своему сыну по своим же законам не может доказать, что его форма, форму он по закону-то носит. Когда вы поймете и узнаете все, что сейчас происходит в мире, что вас посылают против своего же народа, либо вам надо очнуться, как это делают многие люди сейчас, в совести просыпаются, они сжигают все эти вонючие, сатанинские эти все значки, награды, и одежды, и погоны, потому что понимают, что это идет война против народа. Если вы это не осознаете и не поймете, и скажете, что мы деньги нам надо зарабатывать, на горе людях вы будете деньги зарабатывать, тогда, знайте, нечестивцы, время сейчас пришло Илье и Еноха и Царство Божие. Для чего же приходят Илья и Енох? Для того, чтобы суд объявить, язвы послать, чтобы люди, те, которые захотят слово сделать, замертво падали. мы от вас ни от кого не прячемся, и зла никому не желаем. Но если вы будете против совести, идти, знаете, мы к вам никакого отношения не имеем. У нас государственность своя, царская, и мы будем молиться Господу Богу нашему, всем архиерейским соборам, если кто-то из вас будет мучить людей, зная, что незаконно, ради того, чтобы получить деньги, мучить братьев и сестер. А что же святые отцы сказали? Они сказали, так, это я вам говорю пророчествами, что произойдет что-то в районе переворота на Руси. А святой отрок Вячеслав говорит, народ будет рвать и метать. Так кого же он будет рвать и метать? Может быть, тех, которые детей отбирают сейчас незаконно, взяли, захотели, обозвали, кто мы секта. Какая мы секта? Мы вас по всех законам, и по вашим законам вонючим, вашим же оружием будем бить. И нашим законам церкви, канонам церкви, если вы будете лезть к чадам Божьим к РПЦ Царской империи, кто подписал присягу. Я хочу вам всем сказать, все, кто не услышит, я до этого открыл вам, что это незаконно, уходите оттуда. Вы такие же дети этой страны. Вы кого гнобите, это те же дети, которых ваши материары ждали. Зачем приходить гнобить их? Детей отбирать у них, потому что кто-то решил, что это секта. Кто решил? Кирилл Гундяев там у вас решил, что это секта, потому что мы не хотим вместе молиться непонятно с кем, с пара синагогой. Молиться со всеми юрисдикциями, как вы их называете. Что же такое, братья и сестры? В чем же это лукавство было этих двух законов, двух пунктов Конституции? Здесь четко, ясно, говорится во втором пункте о юрисдикции. А в первом пункте ее нету. И они людей запутывают. И вот слово это именно юрисдикция, которую мы называем, как вот я вам сейчас расшифровал, это называется территория, на которой действуются законы одной страны. Также юрисдикция, право производить суд, а также местность, на которой право это распространяется. Но мы с вами доказали по их закону, сама юрисдикция написана, что она находится на континентальном шельфе. Она зарегистрирована в морской бездне. Понимаете? И они людей запутывают. Слово юрисдикцию там не поставили, в первом и запутали людей. Иезуиты. Это антихрист, он всех запутать хочет. Поэтому, для чего я говорю здесь и о мирских законах, для тех, кто еще имеет уши услышать, где бы вы ни работали, вы же против народа идете. Я вам сейчас доказал, где в бездне вы зарегистрированы. Никакого у вас гражданства нету. Это захват территории идет. А что говорит батюшка Серафим Саровский? Сколько крови прольется. Я вас предупреждаю, что говорят каноны церкви. Я вас предупреждаю о том, всех тех, которые работают на Эрефию, о том, какие пророчества о вас идут. Уходите оттуда. Это бездна. Он всех запутает. Он начинает войны вести постоянно. Сейчас Третью мировую войну он ведет, потому что захотел сам властвовать. И Господь сейчас управит его. Ему рану нанесли. Его политически убили. Он хоть заикается еле-еле, но потом сатана войдет и всю силу ему дастся по прущению Божию. Бог попустит, ибо время пришло. Люди начинают развращаться до такой степени, что уже клонов себе делают. Как было при Ное, Господь говорил, так и будет. В конце времен. У нас у святых отцов четко ясно, где они проходили мимо, там в пустыне, кентавр какой-то встречался, как их называют, полулошадь, получеловек. И святой отец спрашивал, где же живет другой святой отец. И он ему подсказал дорогу. Откуда же это? Кто их создал? Бог? Это хула так говорить на Господа. Все то же самое, когда был при потопе. Люди извращались. И вот такое вот творили, как и сейчас творят, клонов всяких непонятных. Это все зверство. Это дух Антихриста. Он настолько вонючий, зловонный. Он никогда никого не пожалеет. Все даже, которые на него работают. Потом останетесь в крахе, в полном. Поэтому я и желаю предупредить вас. Господь мне каждого человека ложит на сердце, которое сейчас в заблуждении находится. Но только тот, который способен услышать. Не будет счастья, когда кто-то гнобит народ и желает на нем нажиться и деньги заработать. Такой человек, он всегда предатель. Он никудышный. Как может даже дети? Дети как могут вас уважать? Как они могут уважать, что у них родители такие? Скажите мне. Поэтому объявляю вам от имени Господа Бога нашего Иисуса Христа во Святей Троице славимого. Всем врагам, сатанистам, которые будут знать эту неправду и будут все равно это действовать. Всякого человека, который подписал присягу на верность Богу, Царю и Отечеству и находился в земском соборе и будут приходить к нам. Их Господь будет защищать. И то, что сказано, что каждый, кто захочет их обидеть, надлежит быть убитым, говорит насчет двухмасленных. Здесь говорится также и о всех людях, которые будут с этими двумя масленными. Ибо Господь-то желает привести и спасти народ. Поэтому этот Вавилон и Рефи, она падет сейчас, она будет падать, падать, падать. А царство Ильи будет укрепляться. Как Отрак Вячеслав говорил, ваш царь свалит в Бон. И все это сбывается, ведь оно все сбудется. И вы останетесь на дне. А дни вы останетесь на дне морском. В этой бездне. Сердце у вас будет одна лишь бездна, Господа с вами не будет. И не думайте, что вы Богу служите, ходите в храмы. В МП нету там Духа Святаго, и нету там Господа. Это сатанинская церковь, где рисуют иконы своего вождя антихриста в храмах. И освящает сам ваш патриарх. Это воистину претеча антихриста, как говорил Антонин Капустин, называя Кирилла Гундяева претеча антихриста. Он воистину антихрист, братья и сестры. Он воистину претеча антихриста. Потому что находится именно как раз под крылышком этого пересидента. Как его многие называют, он много пересидел уже там. И люди так с негодованием, когда говорят, что выборы, выборы, там, да, народ настолько гневается, понимает, что они давно уже не избирают их. Вот такое вот у нас вот состояние. Поэтому знайте, все, кто служит Эрефии, свидетели откровения объявляют в суд Вавилону. Еще будут говорить Пал, Пал, Вавилон Великий. Был осуществлен захват власти, по сути, на Руси, братья и сестры. Народ, государственность Эреф не создавал волю, не изъявлял свою по их же документам, по их же ответам из Минюста. Весь мир уже считает Эреф преступной организацией. Здесь правит сын беззакония, сын погибели. Эрефия это и есть Вавилон. Обращение мне бы хотелось сделать к правоохранительным органам, как они себя называют, органам Эрефии. Сейчас наше время пролития братской крови. Многие из вас понимают по совести, что идут против своего же народа и сжигают свои формы. Что народ со своими врагами сделает, когда осознает это. Нам это известно из пророчий святых. Я уже говорил вам. Особенно удивит и разгневает народ правда о том, что сделали с Россией во времена Горбачева и Ельцина. И народ, по словам Отрока, будет готов растерзать этих правителей. И, конечно же, из верных служителей, то есть тех, кто исполняет нечестивые законы против народа, осознавая, что они нечестивые. Вот то оружие, которое вы носите, это оружие и упадет вам на голову. За кого вы воюете, кого вы защищаете, то Господь вам и попустит. А многие, кто желает услышать, уходите оттуда с этой РФ. И Господь сейчас начнет такую казнь туда посылать. Братья и сестры, уходите оттуда. Для этого и посылается Илья, чтобы закричать, чтобы народ проснулся, чтобы народ спасся. Если вы, то в полициях служат, видите, что ваш закон убивает и губит людей, а не защищает. И вы будете зарабатывать на этом деньги, дальше, бессовестно мучить людей, служа сыну погибели, вашему президенту. то ныне апокалипсис через двух масс объявляет вам о падении этого Вавилона и РФ. И о том, что на вас будет слишком много проклятий, ибо он есть сын проклятия. Все, кто имеет уши услышать, да услышит, что сам Господь открывает детям своим, братья и сестры, неужели здесь нам не видно, вы посмотрите, как это происходит. Их Конституция говорит, что Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации. А святой апостол Иван Богослов четко указал, где нужно антихриста выявлять. Также мы читали из Библии, что его будут именно воды растить. Понимаете, он из бездны как исходящ, говорит Писание, он не покидает бездну. Ирефия так и находится, она зарегистрирована даже по их документам в этой бездне. Вот, что мне хотелось, братья и сестры, сегодня вам сказать. Возрадуйтесь те, которые находятся в государственности истинной, ибо Господь все дальше и дальше будет показывать вам. Братья и сестры, что вы на правильном пути. как вы видите, мы сейчас выходим все и показываем свои лица, мы есть государственность. Правильно у нас сестра одна говорит, что те, которые понападали на нас, отпор получили, замолчали, все заглохли. как сказано, если кто захочет их обидеть, Илью и Еноха, выйдет огонь из уст их и пожрет их. Когда они захотели на нас накинулись, мы с Божьей помощью вместе с вами одним разом выпустили все проповеди и показали, кто они есть, что у них даже крещения нету, и они находятся в прельщении Антихристова. Сейчас вся эта ситуация, которая происходит с людьми, кто были, не были, поминающие, не поминающие, нигде сейчас, братья и сестры, на святой Триединой Руси нету службы Божественной. Божественной царской литургии нету нигде, кроме царской империи. Сейчас, когда четко ясно показывается нам положение наше, мы должны возрадоваться и возвеселиться. И действительно, когда эти вышли все непоминающие, кто за них вышел, кто за них заступился, где их воинство было, в этих лжеафонитов, правильно говорят, в лайках, дизлайках, да комментариях, а наше воинство, вот оно вышло и показало свои лица. Мы идем за истиной Христовой и говорим вам, ну-ка идемте сюда, ну-ка посмотрим, какие церковные законы мы с вами разберем, а вы нам отвечаете, да не, они секта, надо уходить оттуда вообще и так далее. Вот это есть иезуитство, это есть те люди, которые знают, что они делают, и все равно делают. Это самые лукавые, они самые последние будут, самые лукавые, понимаете, поэтому они идут во святая святых с такой наглостью. Вы видели последнее, что там сделаете, Афаниты вышли, там Рафаил Берестов стоит, и они там царя грядущего прославляют, и посмотрите, как они лукаво поставили, добычные, тут же сразу раз и корона вылазит, да, они тут и показали своего царька, а то говорили, да нет, а тут показывают, да как они это все делают, смотрите, все мерцает, если вы там видели это, все мерцает, какая-то музыка такая сатанинская и вообще, и прям знаете, вот антихристовый дух такой, раз, раз, мелькание, 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 щелк, и появился антихрист, царь, вот понимаете, вот такой вот настолько Господа совсем потеряли, так жаждет власти, как же так у них исчезает все, делать, Господь их разобьет в Царицу Небесную. Слава Богу, что Господь показывает все вот это нечестие, в какое состояние люди падают, а мы, братья и сестры, с вами будем держаться Духа Святаго, будем держаться канонов Церкви, и нам Господь во всем да поможет. Спасайтесь Богом. Аминь. Аминь.